Видео из раздела «Моя первая многомониторная конфигурация». Вот. Раньше я как-то думал, зачем это всё надо, а оказалось очень удобно на самом деле. На основном мониторе мы держим программы, которые сейчас используем, и фоновые какие-то процессы. Вместо того, чтобы сворачивать, мы пересаживаем вот на этот монитор. Видите, вот тут идет загрузка, то шло кодирование сначала. Монтажировал я на тем мониторе, я просто перетащил. Кодирование, когда пошло, я перетащил просто программу сюда. Вот. Это невероятно круто, удобно, то есть, да. Жаль, я как-то высоко, правда, поставил, но всё равно для вот этих вот задач, чтобы не разворачивать, не сворачивать вот эти вот вкладки, да, то есть, вот эти вот. Это гораздо удобнее, то есть, видишь, что там происходит, сколько осталось, иначе ты можешь просто тут вот, внимание, то есть, отвлечься на час где-то, и вот тут будет всё уже сделано, да, то есть, можно следующее будет делать, задачу ставить. А ты не будешь видеть, если ты просто свернёшь, а на отдельном мониторе это вообще офигенно смотрится, круто. Вот сейчас покажу, типа, как это всё делается. Другой рукой, правда, телефон возьму, не знаю. Через жопу будет, да? Через одно место, вот, например. Вот, видите, вот мышка тут. Мышка тут, да. Мышка тут. Вот туда вот, раз. И мышка тут. Very nice. Very nice, конечно же. Так и обратно. Вот. Так же и программа, например, да, вот. Возьмём какую-нибудь программу тут. Откроем. Например, какую-нибудь вот. Ну, чё-нибудь простое, на терминал я открою, да. Терминал. А где он? Ладно. Считайте, что я вот открыл его на этом экране, да. Терминал, он работает. Он ещё как работает, да, вот. Три коробки нарисуем тут. А можем и шесть нарисовать, да, вот. Берём его за угол, да, то есть. И начинаем тащить. Хоба. Терминал улетает туда. И появляется вот здесь. Желательно, конечно, одинаковый монитор для этого всего иметь, но... У меня нет одинаковых мониторов, да. И покажу, что терминал ещё работает, да, то есть. То есть мы запросим не коровок, например. Не коровок, а тайм-компьютера. Несколько раз, да. И терминал работает. Так, компьютер. Один день включён. И 22 часа 15 минут. Два пользователя почему-то. Но это, наверное, два монитора. Вот так вот они как-то... Хотя фиг знает на самом деле. Но о двух пользователях вроде не было. Может, гостевой профиль включён. Вот. На самом деле очень удобно, да, то есть. Very good nice. Даже, не знаю... Разные разрешения и разные цветовые профили. Это неприятно. Но я сделал, чтобы изображения были примерно похожи. Тут яркость очень понизил с контрастностью. А тут оставил по дефолту. Потому что тут и так слабая яркость и контрастность. Потому что если разные чуть-чуть, то это раздражает. Но разные только тут... DPI, то есть, да, размер точки. Тут вот огромное всё, да. То есть на тех же настройках. Та же программа кажется просто огромной. Потому что это даже не квадрат настоящий. Это 768, да. То есть 10, 10, 20, 24, да. Или 10, 80. То есть 1000 точек на 760... Чем-то же... 768 или просто 720 даже. Это не настоящий даже квадрат. Потому что были квадраты такие. 1200 на 1024, что ли. Я не помню точно. В общем, были квадраты большего разрешения. Это старый квадрат. Это из 2000 года квадрат. Так его 03, то есть он соответствует стандартам 2003 года. А настоящие квадраты вот этого крупного разрешения, они делались позднее, уже в 2006 году. Хотя они тоже, по-моему, этому стандарту соответствовали. Вот. Very good nice. Very good nice. Кто двухмониторную конфигурацию не пробовал, обязательно попробуйте. Очень удобно. Особенно если есть старый монитор, да, или встроенные видеокарты, или видеокарты не от NVIDIA. NVIDIA и видеокарты вот так не могут. Они не могут два монитора разно включить, им подавая именно одинаковые. Иначе или не будет работать, либо всё будет плохо. Потому что, ну, драйвера не умеют писать, да, там, в NVIDIA. Онордеонах, и вот даже вот в маргинальных линуксах. Вот, имейте в виду, сейчас покажу, что это маргинальный линукс, что это не какая-то такая там с Windows. Вот, смотрите. Пруф того, что это не Windows, что это другая операционная система, да. Вот. Very good nice, very good nice, да. Полнейший good nice, да, вот. Свежая версия, да. Редактор ещё такой классный есть. Я вам классный редактор покажу. Вот. Не на этом мониторе, бред, на этом мониторе. Её не влезает, вот. Редактор ShotCut вообще классный. ShotCut. Вот, всё есть, то есть, видео сюда вставляешь. И тут все настройки, все, любой кодек вот тут убирается. Из миллиона позиций всё. Как контейнер, так и кодек. Вот. Вот контейнеры. Разные там, да. А вот сами кодеки. Варианты битрейта, то есть, ты всем управляешь, чем можно. Нет особых эффектов, но и не нужны. Вот, временная шкала такая, временная шкала проекта. Вот там всё, снизу вообще временная шкала со звуком, то есть, полного проекта, то есть, всех видео скомпилированных, если в один файл компилирующих, там, чтобы на выходе одно видео получилось. Вот, very good, nice. Very good, nice. Very nice. Я пока путаюсь тут, потому что не привык. Смотрю, как PixelDevill тут проходит, в принципе, оси. Это не особо интересно, так что я скоро прекращу. А и вам тоже удачи. Продолжение следует...